Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов. И вот что случилось в нашем городе к этому часу. Большие стройки будут. Трутнев призвал регионы ДФО разработать градостроительную политику. Впереди планеты всей. 14-летний Приморец стал лучшим в мире на боевых соревнованиях в Узбекистане. Первые бои были очень волнительные. Первый, второй. Финал это было вообще нечто. Плиепа и красный нос. Журналист восьмого канала стал участником цирковой труппы. Это впервые, когда на арене цирка я танцую. Также в выпуске. В Приморье из-за тайфуна Кросса объявлено штормовое предупреждение. В крае создается угроза большого наводнения. Еще расскажем. Идея фикс. Профсоюзы России предлагают перейти на четырехдневку и уже обратились в Минтруд. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Из-за тайфуна Кросса в Приморье создается угроза большого наводнения, сообщает Примгидромет. В крае объявлено штормовое предупреждение. Сильный тропический шторм Кросса в ночь на четверг развернется на север и обрушится на японские острова Кюсю и Сикоку. В последующие сутки тропический шторм будет бушевать над южными островами японского архипелага. Днем 16 августа он выйдет в южную часть Японского моря и продолжит смещаться над его акваторией в северо-восточном направлении. Вечером выйдет на северо-восточную часть моря. Влияние тропического шторма Кросса на погоду в восточной части Приморья начнется в ночь на 16 августа. Над западными районами края в это время активизируются атмосферные фронты. В результате в Приморье пройдут интенсивные дожди. В отдельных районах количество выпавших осадков может достигнуть критерий опасного метеорологического явления. Дождь будет сопровождаться в прибрежных районах усилением северных ветров до 20-23 метров в секунду, но на мысах порывами до 30 метров в секунду. Усилится волнение в море. В заливе Петра Великого ожидается волна до 2,5-3,5 метров. На восточном побережье, на участке от поворотного до мыса Золотого до 4-5 метров. Усугубится гидрологическая ситуация на большинстве рек края. Во многих районах создается угроза большого наводнения. Резко усилится волнение моря. На южном побережье высота волн достигнет 3,5 метров. На восточном побережье 4-5 метров. В связи с ожидаемой штормовой погодой жителям и гостям Приморья рекомендуется по возможности воздержаться от дальних поездок по краю и к местам отдыха в прибрежные районы, а также не разбивать лагеря отдыха в низинных местах. Паводки будут резкими и интенсивными. В бухтах побережья из-за высокой волны может развиваться накат, поэтому желательно перенести лагеря подальше от прибрежной полосы. Необходимо быть предельно внимательными и критически оценивать ситуацию, следить за прогнозами погоды и быть осторожными. Аромобильная группировка Главного управления МЧС по Приморскому краю заблаговременно распределена в наиболее паводкоопасные районы для оказания адресной помощи населению. В готовности к реагированию находятся ремонтно-восстановительные бригады энергетиков и ЖКХ, а также дорожные службы. Главное управление МЧС по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности, заблаговременно переместиться в безопасные районы, планирующим свой отдых временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов. Туристам следует отложить выходы на маршруты, а владельцам маломерных судов не выходить на акватории на период действия предупреждения. Работа полпреда президента на Дальнем Востоке вице-премьера Юрия Трутнева продолжается во Владивостоке. Мы вам уже рассказывали, что рабочая поездка началась со встречи с бизнес-делегацией из Индии. В понедельник подписаны меморандумы о сотрудничестве между дальневосточными регионами и индийскими штатами. А уже во вторник на Совете губернаторов при полпреде говорили о национальном инвестиционном рейтинге, о том, как строить комфортные города и готовиться к восточному экономическому форуму. Подробности в нашем следующем репортаже. Губернаторы Дальнего Востока стали участниками Совета при полпреде президента в ДВФО Юрии Трутневе, который состоялся во Владивостоке 13 августа в Доме переговоров. На Дальний Восток на строительство социальной инфраструктуры было направлено 540 миллиардов частных инвестиций и около 100 миллиардов государственных средств. В ответ началась бизнес-активность. Реализуются 1783 инвестиционных проекта. По мнению вице-премьера, это только середина пути. За следующие пять лет цифру планируется удвоить. Сегодня же на повестке исполнение задачи, поставленной лично президентом страны, Дальневосточным краям, войти в тридцатку национального инвестиционного рейтинга. По итогам 2018 года Приморский край улучшил свои позиции на 21 пункт, переместившись в рейтинге 76-го на 55-е место. Но в желанную тридцатку Приморье пока не вошло. Президент Российской Федерации Вадим Владимирович Путин в 2017 году поручил регионам Дальнего Востока войти в топ-30 национального инвестиционного рейтинга. Задача достаточно сложная, потому что это конкурентное пространство. Все регионы стараются улучшить свои позиции на национальном рейтинге. Но тем не менее, задачу необходимо выполнять. Прежде всего, это работа губернаторов. На сегодняшний день поручение президента выполнено двумя субъектами Российской Федерации. Это Республика Саха-Якутия, 22-е место, и Камчатский край, 28-е место. Спасибо губернаторам. Также высокую динамику показал Приморский край. Он улучшил показатели на 21 позицию. Олег Николаевич, тоже спасибо за работу. В целом, по итогам работы 9 из 11 регионов округа показатели улучшили. Также темой обсуждения на Совете стала градостроительная политика. Юрий Трутнев подчеркнул, что задача губернаторов – добиваться удобства и красоты в городах. Все территории округа с точки зрения природных достопримечательностей обладают замечательными факторами. А городская среда, при первом же взгляде, отталкивает – она разрушена и неопрятна. Сегодня очень небольшое количество даже столичных городов на Дальнем Востоке, скажем, точно становится красивее. Я бы, к числу них, это только моя оценка, сразу признаюсь, но я бы отнес Якутск. Якутск становится красивее. И я бы сказал, что некоторые улучшения, видные в Южно-Сахалинске, почище стало ЧК и где-то примерно закончил список. В большинстве территорий на Дальнем Востоке нет главных архитекторов, нет градостроительных советов. То есть решение принимается по принципу «давайте дом построим как пользу», «почему именно здесь», «как он смотрится с другими уже построенными домами», «как он вписан в ландшафт». Никто не очень сильно об этом думает. Поэтому, мне кажется, это надо делать как новый слой государственной политики. Просто мы этим очень мало занимались. Юрию Трутневу задали вопрос, оправдывает ли Владивосток вложенные в него миллиарды, и выглядит ли он как столица Дальнего Востока. Если вы говорите о средствах, которые мы выделили в рамках поддержки, скажем так, столицы Дальнего Восточного федерального округа, то мне сейчас положили такую большую пачку фотографий, как ремонтируются дороги, тротуары. Надеюсь, что это правда происходит. Но этот процесс начался, деньги ещё только начали осваиваться, и я обязательно проверю результат. Мы вот с Олегом Николаевичем, мы здесь неподалёку, обязательно сядем в машину, поездим по улицам, посмотрим, что люди сделают. И, конечно, самым значимым вопросом Совета при полпреде стала подготовка к Пятому Восточному экономическому форуму, который пройдёт во Владивостоке с 4 по 6 сентября. В нынешнем году в Восточном экономическом форуме будут участвовать представители 60 стран. Президентский состав участников станет ещё значимей. Главы государств активно откликаются на приглашение Владимира Путина. На нынешнем ВЭФ будут подведены итоги пятилетней работы площадки. Кстати, региональные темы в повестке также будут. Губернатор Олег Кожемяка рассказал, чем в этот раз заявит себя Приморье. Ну, во-первых, это обновлённый павильон, который мы готовим, интерактивный, очень интересный, с элементами, скажем так, созерцания на втором этаже, кафе, там будет, можно где-то будет побеседовать. И мы, конечно, представляем концепцию уже развития острова Русский, мы её готовим, поэтому жители, гости и все участники форума могут посмотреть, внести ещё свои корректировки. Там тоже будет дана такая возможность. Мы сформировали концепцию развития Русского острова на основании тех решений, которые были по Дому РФ, по Минвостоку развитию, по расширению второй очереди строительства нашего университета. Вот, то есть, и сделали такой план быстро побит. Что можно сделать, чтобы народ увидел изменения уже в 2020 году? Это, конечно, дорожки велосипедные, это возможности свободного отдыха, возможности взять на прокат технику, это беговые дорожки, то, что сегодня привлекает массу жителей, стоянки, Владивостокская крепость, возможность доступа к ней людям со всеми и с ограниченными возможностями, без. А далее, значит, это уже проект рассчитан на несколько лет. Важной составляющей проекта развития Русского и центра города будет строительство моста на остров Елена и введение в эксплуатацию сквозной дороги через центр Владивостока и Гершельд. Первые изменения, по словам губернатора, люди увидят уже в 2020 году. По словам Кожемяка, сегодня важно найти баланс между интересами инвесторов и жителей. Да, большие стройки будут, и важно, чтобы новые объекты не препятствовали движению, не занимали скверы, общественные пространства и спортивные площадки. А бизнес при этом чувствовал поддержку по подключению к сетям и оформлению документов. Это совместная работа властей и контрольно-надзорных органов. Только так Владивосток, столица Дальнего Востока, сможет подтвердить в глазах дальневосточников и туристов свой статус лучшего города Дальнего Востока. Олег Завьялов, Новости на Восьмом. После двухлетнего перерыва круизный лайнер Ocean Dream снова зашел в порт дальневосточной столицы. Последний раз туристы сходили с трапа 200-метрового судна во Владивостоке 31 июля 2017 года. В этот раз на борту более тысячи туристов из Японии и 412 человек экипажа. Лайнер следует из порта Канадзава из Японии. Затем круизное судно отправится снова к берегам Японии, но уже в порт Атару. Подробнее о морском госте в сюжете Евгения Черемухина. В последние годы Владивосток становится местом притяжения для всех видов деятельности. Не проходит и дня без пленарного заседания, форума, фестиваля и, конечно, прибытия очередного круизного лайнера. Некоторые, как, например, Ocean Dream датского производства, в приморской столице уже во второй раз. Свой первый заход в порт Владивостока 200-метровый корабль совершил в 2017-м. И тогда, и сейчас с трапов сошло чуть больше тысячи человек. Целый день до самого вечера они будут гулять по городу и ловить индивидуальные впечатления. У одних высококультурные запросы, другие приехали сюда со вполне определенной целью. Я впервые приехала сюда. И я, в общем-то, хочу найти хороший кофе. Вот моя цель. Большая часть отдыхающих на лайнере азиаты. Корейцы, японцы и китайцы вообще большие любители морского круизного отдыха. Однако среди сотен сошедших на приморскую землю пассажиров иногда можно встретить и португальцев, и румын, и даже бразильцев. Мы приехали, чтобы посмотреть памятные места, архитектуру, которая нам уже нравится. Мы бы еще хотели пофотографироваться, например, у церкви, вон там. А я просто хочу есть. Стоит отметить, что кроме тысячи пассажиров, Ocean Dream не был бы судном высокого класса комфортабельности без вышкаленного экипажа. Почти 600 человек персонала день и ночь работают на корабле, создавая и контролируя все сферы отдыха своих гостей. Среди них, конечно, есть и люди творческих профессий. И им, судя по всему, ничто не мешает прогуляться по городу вместе с туристами. Я оказался в России, можно сказать, по работе, ведь я музыкант, работаю на лайнере Ocean Dream. И мы стоим тут целый день, и я пытаюсь посетить и увидеть так много, как только смогу. Однако самым неожиданным для съемочной группы 8-го было встретить инженера, который контролирует почти все коммуникации системы лайнера. Он отметил, что музыкальному досугу на Ocean Dream выделено много пространства. У нас есть сразу три места для музыкальных развлечений. Одна танцевальная сцена и две концертных. И еще много всего. Судно прибыло по Владивосток в рамках маршрута East Asia Voyage 2019. Лайнер простоит в порту до 9 часов вечера. А после отправится к берегам Японии в порт Атару. Евгений Черемухин, Сергей Толотеев. Новости на восьмом. Федерация независимых профсоюзов России обратилась в Минтру с предложением перейти на четырехдневную рабочую неделю. Размер зарплат при этом предполагается сохранить в прежнем объеме. Инициатива не нова. Еще в июне председатель правительства Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, анонсировал рабочую четырехдневку для россиян. При этом рассчитывает на увеличение производительности труда. Однако профсоюзные лидеры отмечают, что она никак не связана с продолжительностью рабочей недели, а исключительно с техническим перевооружением. Минтруд в свою очередь напомнил, что в трудовом кодексе прописана только верхняя граница, не более 40 часов в неделю. Нижней границы не существует. Экономисты отмечают, что для перехода на четырехдневную рабочую неделю любому предприятию нужно провести модернизацию. И на это пойдет мало кто из работодателей. К слову, 48% россиян, по данным в ЦИОМ, не поддерживают идею о возможности сокращения рабочей недели до четырех дней. Люди опасаются и не без оснований потери дохода. В Минтруде указали, что вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей. Профсоюзы ожидают, что уже в сентябре вопрос будет поставлен в план обсуждения. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, после которой Впереди планеты всей. 14-летний Приморец стал лучшим в мире на боевых соревнованиях в Узбекистане. Настольные стратеги. Фестиваль «Два дня Вархаммера» собрал игроков со всего Дальнего Востока. Плиефа и красный нос. Журналист «Восьмого канала» стал участником цирковой труппы. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Впереди планеты всей. 14-летний Приморец стал лучшим в мире на боевых соревнованиях в Узбекистане. Настольные стратеги. Фестиваль «Два дня Вархаммера» собрал игроков со всего Дальнего Востока. Плиефа и красный нос. Журналист «Восьмого канала» стал участником цирковой труппы. Дальневосточная битва по культовой настольной игре «Вархаммер 40 тысяч» прошла во дворце детского творчества. Фестиваль «Два дня Вархаммера» собрал игроков со всего Дальнего Востока. О мрачной фэнтезийной вселенной 41-го тысячелетия в сюжете моей коллеги Светланы Садовой. На игровых столах исторические развалины, сельская местность и даже радиационная пустыня. На 14 полях сражений представители человеческой расы, космодесантники и гвардейцы, жители хаоса, предатели и демоны, некроны, что-то среднее между терминатором и нежитью с примесью древней египетской культуры, орки, а также всевозможные инопланетные расы. 28 гиков со всего Дальнего Востока приехали во Владивосток на турнир по культовой настольной игре «Вархаммер 40 тысяч». Это сложная настолка, которая моделирует какое-то сражение двух или более армий. Они могут быть как исторические какие-то сражения, когда используются исторические модели каких-то реально существовавших армий, либо используются какие-то фэнтезийные, либо там из далекого будущего, или из фэнтези мира какие-то армии. «Вархаммер 40 тысяч» — настольная игра Wargame, которую придумали в Англии больше 30 лет назад. Действие происходит в мрачной фэнтезийной вымышленной вселенной далекого будущего. Игра изображает сражения между фракциями вымышленной вселенной 41-го тысячелетия с помощью миниатюрных фигурок воинов, чудовищ и боевой техники. Миниатюры игрокам предлагается покупать, склеивать и раскрашивать самостоятельно, вводя игру по определенным правилам. В начале игры определяется миссия, например, удержать определенные точки на карте боя. Затем игроки ходят своими фигурками. У каждого типа войск свое расстояние, которое они могут пройти по карте, его измеряют рулеткой. Затем наступает фаза колдовства, фаза стрельбы и фаза ближнего боя. Смогут ли воины скастовать заклинания или ударить мечом, решает с образком игральных костей. Чем больше значения выпало, тем выше шанс удачного хода. Чтобы человек без опыта в Wargame стал полноценным игроком Warhammer 40 тысяч, ему потребуется около года тренировок. Как любое хобби, каждый человек ищет здесь что-то свое. Кто-то любит коллекционировать, кто-то любит минки раскрашивать, кто-то любит просто играть. Хочется иногда просто провести время, прийти после работы, допустим, и взять и поиграть своим дружаней в эту чудесную игру, этими великолепными миниатюрками. Wargames, в том числе Warhammer 40 тысяч, по сути являются прародителями современных компьютерных игр. Но играть в них сложнее, дольше и значительно дороже. Начальный набор миниатюр стоит около пяти тысяч рублей, книга правил три с половиной. Также игроку понадобятся краски, некоторые даже нанимают специально обученных людей, чтобы они за отдельную плату раскрасили армию. Гостями фестиваля два дня Warhammer стало около 500 человек. Мероприятие получилось для кого-то еще и коммерчески прибыльным. Один из организаторов фестиваля выставил на продажу настолки и наборы миниатюрных фигурок для Warhammer. Они разлетались на ура. Светлана Садовая, Игорь Болтов. Новости на восьмом. В новом эпизоде проекта «Попробуй на себе» съемочная группа восьмого канала снова вернулась в цирк. Только на этот раз мой коллега Дмитрий Беломеснов решил попробовать себя в роли артиста балета. Также поднялся под купол цирка. Кадры из первой серии проекта «Попробуй на себе» цирк смотрим в следующем материале. Балет в цирке – это всегда красиво, ярко и эффектно. Эксклюзивные костюмы, украшенные стразами и драгоценными камнями, отрепетированные танцевальные движения. Каждое появление балета на манеже – погружение в невероятную историю. Мое первое задание – научиться танцевать как артисты королевского цирка. Перед началом тренировки я посмотрел репетицию ребят и познакомился с балетмейстером и хореографом шоу Анастасией. Узнав нужные «Па», мы приступили к танцам. Да, поехали. Готовы? Парни, простите, вот реально простите меня. Это впервые, когда на арене цирка я танцую. Пять, шесть, семь, восемь и раз! Поворот! Это было ужасно! Все, я готов к следующему этапу. Ну все, поехали, теперь мы будем учить человека летать. Николай, Елена. Моим наставником в этом непростом деле стал артист-дрессировщик, руководитель воздушных номеров Николай Исаев. Перед началом тренировки Николай и Елена показали мне несколько упражнений. Это выглядело красиво, гармонично и элегантно. Но меня не покидала мысль, что некоторые из этих упражнений мне придется повторить. К тому же, без страховки. Это нереально, ребят, я этого не сделаю. Я не переживаю за себя, я переживаю за партнершу. Теперь подними. Вот. Опускайтесь, опускайтесь. Вот. Мы же так долго не будем висеть, да? Нет, нет, нет. Сейчас возьмутся. На чуть-чуть, оторви. Ух ты ж. Ребята. Исход. Опускай. Это все так было быстро и неожиданно, но мне понравилось. Не, ну это очень классно. Как же я вам завидую. Мне кажется, я уже немножечко перестал бояться высоты. Все, благодаря вам, ребят, спасибо. Полную версию этой серии проекта. Попробуй на себе, смотрите в эфире или на нашем YouTube-канале. Во Владивостоке появился новый чемпион планеты. Молодой тхеквандист Рамазан Рамазанов выиграл золотую медаль первенства мира. Крупные боевые соревнования проходили в Узбекистане. Там 14-летний приморец защищал честь не только своего края, но и всей страны. Подробности расскажет Максим Яковлев. Нового чемпиона встречает едва ли не все местное сообщество тхеквандо. Молодой парень Рамазан вернулся в родной Владивосток в статусе победителя первенства мира. Международные соревнования проходили в Ташкенте. Там, будучи единственным приморцем, Рамазан смог не только взять золото, но и хорошо выступить в роли капитана сборной России. Сильное волнение было. Ну, тренер там успокоил, подготовил все. До этого проходили у нас сборы. Сначала в Москве, а потом в Рязани. Тренера очень хорошо, особенно сборной России. Морально, физически подготовили нас. Все прошло отлично. Столица Узбекистана собрала более 500 молодых и самых перспективных бойцов со всех уголков мира. Рамазан прибыл туда тоже с внушительным статусом чемпиона Приморья и Дальнего Востока. Стартовав с одной 16-й финала, тэквондист уверенно прошел по турнирной сетке, проведя пять успешных спаррингов в весовой категории до 53 килограммов. Финальный поединок со спортсменом из Болгарии, по словам Рамазана, был одним из самых напряженных. Однако, владивостокский боец на последнем издыхании буквально задавил соперника и, не сдерживая эмоций, отпраздновал победу со своим тренером. Я сам выходец из Узбекистана, с национальной сборной состоял. И я, конечно, очень удивился. Три поколения нашей сборной. 7% Узбекистана болело за Рамазана, так как мы там всей сборной находились. И я думаю, это очень помогло нам на самом деле. Впереди Рамазана и его наставника ждет отдых, но небольшой. Уже в начале сентября спортсмену предстоит отправиться на сборы, которые станут подготовкой теперь уже к первенству Европы. Очередной важный вызов пройдет с 1 по 3 октября в Испании. Максим Яковлев, Денис Фадеев. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Штормовое предупреждение объявлено. Из-за тайфуна Кросса в Приморье создается укроза большого наводнения. Большие стройки будут. Полпред призвал регионы ДФО разработать градостроительную политику. Идея фикс. Профсоюзы России предлагают перейти на четырехневку и уже обратились в Минтрут. Впереди планеты всей. 14-летний Приморец стал лучшим в мире на боевых соревнованиях в Узбекистане. Плие, Па и Красный Нот. Журналист восьмого канала стал участником цирковой труппы. Настольные стратеги. Фестиваль «Два дня Вархаммера» собрал игроков со всего Дальнего Востока. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на нашем официальном сайте канала. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Японское море не перестает удивлять даже видавших виды рыбаков. Недавно мы уже рассказывали про то, как на днях у берегов Приморья, к слову, впервые на территории России выловили сельдяного короля. И вот новый сюрприз. В районе села Тимофеевка Ольгинского района жители Приморья поймали очередное чудо-юдо. Ярко-красная рыба попала в ловушку-мордушку, съела всех пойманных креветок и сильно раздулась на берегу. Несмотря на яркий окрас, под водой рыбу обнаружить сложно. Она хорошо маскируется под водоросли и грунт. А если чувствует угрозу, раздувается до внушительных размеров. На тихоокеанскую волосатую рогатку или рыбу ворона смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Ну а я прощаюсь с вами. Желаю успехов и берегите себя. Александр Масликов. Увидимся на восьмом.